КОРОЛЕВЫ СОЦМЕРЕЖ Що можна отримати, коли ти інстакоролева? Усі подробиці про життя популярних дівчат із соцмереж ви дізнаєтеся за мить. 500 фото та 6 мільйонів підписників. Переїзд з Москви до Лос-Анджелеса, робота з брендом Кані Веста та титул російської Кім Кардаш'ян. Анастасія Квітко – одна з найуспішніших інстагілз у світі. Інстакоролевы, інстапринцесы, інстазвёзды. І якщо у всьому світу цей титул присудовується для дівчатки, які, ну, там, як мінімум, лям підписчиків, у нас – це інстапринцеса від 100 тисяч, а королеви вже, мабуть, від полмільйона. Вероніка. Саме така інстапринцеса. Довге волосся, пухкі губи, шикарна фігура. На її профіль підписано 105 тисяч людей. Фото природи не викладає, ніхто їх не лайкає. Натомість її сторінка заповнена шикарними фото в купальниках з відпочинку та спортзалу. Если, допустим, это купальник, я не фотографирую себя лишь на море, я либо это делаю на плоти, я чётко знаю, в какой день я буду фотографироваться, какие наряды я делаю. Если путешествую, допустим, с мамой, ну, маме не повезло. Она уже привыкла, она знает, что нужно работать. Так что, мамы, сегодня мы работаем. Наприклад, таке фото у спортивной билизни оцінили понад 12 тисяч людей. С такой популярностью приходят и спонсоры. За хороший отгук про продукцию, например, для волосся, Вероніці дают салонные процедуры. Спробовавши их на себе, вона рассказывает про них в соцмережах. За каждый такой пост девчонки платят 100-150 долларов. Та шампуни, сумки, процедуры, машины – не все, что можно получить, если ты популярна в соцмережах. В какой-то момент у девушек появляются красивые машины, они отправляются путешествовать очень далеко, и этих денег, ну, наверное, тех, которых они зарабатывают на постах, не хватит. И можно только догадываться, что они находят этих спонсоров. Предлагают, начиная от эскорта, заканчивая поездками просто совместными. Одни пишут там «Привет, как дела?» на английском и на русском языке. Другие сразу конкретно пишут свое предложение. Ты уже читаешь и как бы понимаешь, интересно тебе это или нет. Самые мужчины – главная цельная аудитория таких соцмереж. Они и лайкают, и коментуют. Те, что не могут видеть щодня на собственные очки – хороших девчонки в купальниках. Конечно же, ты должна быть суперсекси, чтобы за тобой смотрели мыщ-мужчин. Инстаграм – это такой же повод порадоваться жизни, как и порно. Приглашают в страны и обещают оплатить, конечно же, билет, проживание, плюс шопинг сделать, либо сделать какой-нибудь подарок. Приглашают абсолютно в разные страны. Начиная от стран Европы, заканчивая Дубай, Монако, Франция, Лондон. Та, чтобы отримывать дивиденды с своей сторінки, не треба публикувати занадто відверті фото. Не надо постоянно фоткать попу в зале. Это сразу, опять же, на порядок ниже опускает уровень. Она должна показать, что она чем-то занята в жизни. Любовь к животным. Даже если ты не любишь животных, все равно покажи, что ты их любишь, потому что парни любят добрых девушек. На таких девчат подписываются сотни тысяч людей. Що больше послёдовников, то больше божающих познайомиться и запросить на Мальдивы. Частенько в запросе на какую-то там вечеринку, на тусовку или спорт, мужчины формулируют какой-то минимум Инстаграм популярности. Например, я хочу, чтобы у меня на вечеринке были девушки, у которых минимум 50 тысяч подписчиков. На такой вечеринке могут быть даже депутаты, которым в соцмереже тоже не чужие. Это может быть какая-нибудь картинка тигра с одним подписчиком. И все думают, что это робот. А это не робот, это депутат. Верониться в один известный журнал и говорить, знаешь ты эту девушку? Не знаешь. Хочу познакомиться, потому что, как правило, у него статус не позволяет написать ей. Верониться, завдяки ее популярности в соцмережах, навіть пропонували вийти заміж. Щоправда, не депутат, але перспективный человек. Мужчина очень долго писал, и он мне прямо делал предложение, чуть ли уже не забирал меня за границу. Ну, очень серьезно, он там просто, выходи за меня. А я ему писала, пыталась понять, что как только он меня увидел по фотографии, как такое, ну, это смешно. Та таких серьезно налаштованих чоловеков все ж таки в одниниці. Більшість йдуть у соцмережі за красивыми девчатами та легкими стосунками. И только сами девчата выбирают, что им подходить. Анжеліка Брушневська, Олександр Дорохин. Ранок с Украиною.